И все, привет, ребят, с вами Старбайк, я сейчас записываю новый ролик, если вы видите вот эту вот замечательную картину, это значит, что сегодня у нас новый терлистичек, если вы ждали подобного рода видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого настройка игры в аккаунтике стоит ему личный тэк-тэк-темпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня у нас терлист баланса, баланса пушек в нашей игре в 2024 году, что же у нас по балансу, по моему мнению, на сегодняшний момент времени находится в идеальнейшем балансе, что нагибает больше всего, что менее всего актуально, что не стоит особо сильно использовать на сегодняшний момент времени, ну а что лучше всего прокачивать, на чем лучше всего нагибать и что же качать, возможно именно вам или на чем играть в игре. Обо всем по порядку, расставим каждую пушечку, у нас их всего сколько тут? 8, 12, 16, если мне вроде память не изменяет, вроде как я вот вижу, что-то вроде как, что-то около 16 здесь имеется. Ну и начнем по порядку, вот как они идут, как вы их видите на своем экране, то есть от вулкана до страйкера. Мы пройдемся, ну и наверное на половине из этих пушек на сегодняшний момент времени я особо не играю, поэтому будет тяжело их прям четко идеально поставить, но я поставлю их так, как я их вижу, да, как я их вижу по балансу и даже в каждом терлисте, в каждой из подгруппы попытаюсь поставить от самой сильной до самой слабой эти пушки. С вулкана начнем. Вулкан, наверное, это пушка, которая на сегодняшний момент времени находится в очень хорошем балансе и на протяжении уже длительного периода времени в комбинации с гиперионом, да, учитывая тот факт, что у нас сейчас кризис занерфили и все пушки, которые работали под кризисом стали значительно хуже, то вулкан как раз таки со своим гиперионом с любым иммунитетом от поджога работает очень и очень жестко и поэтому смело в А категорию, я думаю, можно вулкан записать, может быть, даже я по ходу этого видоса перемещу вулкан в С, но пока что пусть будет А. Громчик, после нерфа как раз таки кризиса и большого количества резистов, я бы сказал, что эта пушка даже может показать себе и в Б, может даже показать себе и в Б и даже в А я ее даже не засуну. Почему-то мне так кажется, что она сейчас по балансу, ну, в моменте не дотягивает, в моменте не показывает тех самых жестких результатов, которые от нее хочется видеть и хочется ожидать. Дальше. Скорпион. Наверное, это все равно до сих пор хорошая пушка, сильная пушка, на которой есть много интересных устройств. И вот здесь вот колебания между А и Б у меня сейчас, если честно, да, есть супер сильные устройства по типу копья, но копье нужно учитывать, что это как бы донатное и супер редкое устройство, да, его можно было бесплатно получить в ивенте где-то год назад, может даже полтора года назад, когда у нас там были сундуки, да, из сундуков я как раз таки на одном из аккаунтов это устройство получил. Если не брать во внимание это устройство, не брать во внимание, например, Рой, то, наверное, по балансу Скорпион даже больше подходит в Б категорию, нежели в А. Рельса. Рельса по балансу смотрится очень круто, даже с нерфом Кризиса, да, понятное дело, что без Кризиса она стала значительно тоже слабее, но она все равно хорошо себя показывает, и я думаю, что в А категорию ее можно смело записать. Магнум. Это та пушка, от которой сейчас до сих пор супер большое количество резистов, и та пушка, которая, наверное, без Кризиса смотрится значительно хуже, и поэтому в Б я думаю, что ее можно смело записывать. Единственное устройство, которое супер жестко себя показывает до сих пор, это вакуумный сердечник, но без Кризиса как будто бы он стал, ну, не таким уж интересным и не таким жестким. Да, поэтому баланс от части пушек зависит на сегодняшний момент времени также от баланса дронов. Да, то есть от баланса дронов тоже очень многое зависит. Гаусс. Гаусс, 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 гаусс. Блин, ну я даже не знаю, ну выше чем гром, наверное, я его не поставлю, да, поставлю его так вот плюс-минус, да. Если по пушкам вообще здесь брать, то, наверное, вот так, наверное, даже я бы расставил сейчас то, что у меня есть. То есть шафт супер крутой до сих пор, супер сильный до сих пор, на нем все так же можно круто нагибать. Жига можно, ближнебойки вообще в принципе сейчас смотрятся супер круто, да, на сегодняшний момент времени они работают великолепно. И вот сейчас, вот исходя из вот этого того, что я сейчас вижу, как будто бы вулкан уже просится наверх. Вулкан уже просится наверх по балансу, хочется его закинуть еще повыше, поинтересней. Так, ну и что мы можем дальше здесь показать и посмотреть? Фриз. Ну, наверное, это лучшая пушка по ближнебою на сегодняшний момент времени, да, которая показывает супер стабильный и жесткий результат. И как раз таки мета ловкача идеально подходит под эту пушку, чтобы нагибать на фризе. И поэтому здесь он в эсочку с железобетонно залетает. И зида. Ну, не хотелось бы, конечно, сказать, что это самая слабая пушка на сегодняшний момент времени, учитывая то, что ближнебой апнули. Но я на ней супер давно не играл. И я не знаю, в каком она балансе на сегодняшний момент времени. Просто не знаю, да. Не знаю, что она может. Она, наверное, может B, но хочется даже в моменте поставить ее в C. Но вроде как она и не будет слабее в таком балансе, когда у нас произошел нерв-кризис, она не будет слабее, например, того же там Грома, Магнума. Если вы будете играть эту пору, то вы на средней дистанции, даже там маленькие средние карты, вы будете все равно показывать хорошие результаты. Теслочка! Моя любимая Теслочка! Хочется ее в эсочку, конечно, бахнуть. Но, но я даже не знаю. Но она дисбаланс лютый. Вот Тесла это дисбаланс лютейший. Да, то есть я настолько сильно не люблю эту пушку, но она настолько жесткая. Да, то есть на ней можно так жестко баблить на картах, за счет того, что каждое устройство, кроме пульсара, еще имеет рикошет от стенок. Да, то есть шары не пропадают от стен, они все рикошетят. Можно на картах находить такие споты и точки, с которых можно просто разваливать в салат на этой Теслочке. Просто в салатницу. Но из-за того, что я... Хотя нет. Зачем мне ее ставить ниже? Пусть ее занерфят просто. Пусть ее просто убьют, эту пушечку, потому что она меня нереально жестко бесит. Пусть она стоит в эс, что это лютейший дисбаланс и лютейшая имба, которую нужно срочно занерфить. Молот, вот это, наверное, та пушка, которая на сегодняшний момент времени реально себя с новым балансом без кризиса, ну, показывает не то, что не совсем круто, а даже, наверное, плохо. Поставлю, наверное, его в С, хотя его можно было бы сунуть также и в Б. Да, но если я его сую в С, то как будто и Магнум, и Зида тоже должна быть уже в С. Да, если я ставлю молот здесь, то как будто бы и эти пушки должны быть тоже в таком виде. И именно так они должны быть расположены. Твинс-рикошет. Твинс-рикошет. Блин, но Твинс, он суперстабильный. Он суперстабильный. Да, на нем никто практически не играет, но он до сих пор суперстабильный и на нем можно давать контента. Но вопрос в другом, что на нем никто не катает и никто его не использует. Но он все равно очень может хорошо себя показывать, особенно в такой мете, когда кризис не работает, работает ловкач и гиперион. Ну, другой вопрос, что на нем никто не играет. Но в Бэшечку я думаю, что его бы можно было бы сунуть. Да, даже сунуть вот такую Бэшечку его можно было бы. Рикошет также в Бэ бы залетел бы. Да, это средние дальности пушки, которые с такой метой гипериона могут себя хорошо реализовывать. Смока это, наверное, открытие новой меты. Да, вот прям жесткое открытие этой меты. И я бы, наверное, сказал, что это та пушка, которая может сейчас сделать лютейшую грязь, которую очень многие недооценивают. И та пушка, которая может показывать суперсильный стабильный результат в рамках матчмейкинговых боев с практически любым, а может быть даже и с любым устройством. Да, потому что вчера, вот, например, я на смоке играл, и я просто офигел от того, насколько легко и жестко она работает. Да, и поставить ее в А, ну, у меня рука не позволяет. Я ее ставлю, конечно же, в С. И ставлю ее даже, наверное, сильнее, чем, ну, хотя нет, сильнее, чем Теслу. Не буду ставить специально Тесла. Самая сильная пушка в игре, поэтому давайте занерфите ее, пожалуйста, уже. Ну, и Страйкер, пушка, на которую вышло в последнее время 5 имбовых устройств, да, 4 или 5, не помню точно, ну, вроде как 5. И которая даже без этих всех имбовых устройств с обычной дистанционкой может показывать нереально жесткие результаты. Да, и та пушка, которая реально по балансу сейчас выглядит тоже очень и очень круто. Гиперион, идеальный дрон для реализации Страйкера. Идеальнейший просто дрон для реализации Страйкера. Я сам на протяжении долгого периода времени даже с метовым кризисом играл на Гиперионе с дистанционкой на Страйкере. И по сей день это устройство и этот Страйкер будет показывать лютейшую прибыль в нашей игре. Поэтому его мы тоже смело ставим в С. Поэтому баланс на сегодняшний момент времени выдавливается таким образом, что все те пушки, которые работают лучше всего под Гиперион и под Лавкач, да, они будут по балансу самыми сильными. Да, что Смока, что Страйкер, что Вулкан, что Фриз, да, все эти пушки работают под либо Лавкач, либо Гиперион. Да, в моем понимании, в моем балансе на сегодняшний момент времени именно эти два дрона являются приоритетными. Бустер, да, как альтернатива кризису за Нерфленному тоже может работать, но это вот, например, под рельсу, под шафта, который в А-категорию работает. Страйкера под бустера реализовать тоже можно. Смоку под бустера реализовать тоже можно. Ну и Вулкан в теории тоже можно реализовать, но с Гиперионом это все дело работает значительно интереснее. Фриз это железобетон Лавкач, просто железобетон Лавкач. Можно, конечно, щупать его с Гиперионом, но Лавкач идеальнее всего подходит. Ну и Тесла, наверное, тоже под Лавкача больше работает по вкусноте. Я бы, конечно, ее бы в С, ОФЦ, в А поставил бы, да, по балансу вот так бы я бы, наверное, поставил, но, как я сказал, лютейшая имба играйте все, ребяточки, на Теслах, чтобы ее как можно скорее уже занерфили, потому что она меня уже чуть-чуть-чуть бесит. Чуть-чуть бесит то, что пушка, на которой ты просто зажал кнопку, пустил шарик вперед, может унести все, что движется в нашей игре. Я считаю, что так не должно все это дело работать. Так, ну и теперь посмотрим на каждый терлистик и подумаем по балансу, что я вижу, да, что я вижу. Магнум. Магнум без сердечника, ну, как будто бы реально так и работать будет. Молот, Изида. Вот насчет Изиды я не знаю, честно, я на ней давным-давно не играл. Скорб, Твинс, Риг, Гаусс, Гром. Наверное, плюс-минус так оно и должно быть. Рельса, Шафт, Жига. Вот Жига это такой, знаете, спорный элемент. Это вот если у вас есть Фриз, вы Жигу 100% одевать не будете, потому что Фриз намного сильнее, чем Жига. Но если у вас, например, нет Фриза, то Жига по балансу будет себя хорошо показывать, реально. Да, то есть на ней можно реально давать плотного контента. Ну и Шафт, Рельса. Суперстабильные пушки против Резиста. Даже с нерфом Кризиса они в А-категории, я думаю, железобетон должны залетать. Потому что и устройства особо там... Ну, конечно, если там у вас есть они, они будут жестче работать. Но, например, там на Шафта и за Кристаллы устройства есть хорошие и на Рельсу. За Кристаллы, да, уже там на условном адреналине можно нагибать и показывать результат. Но лучше всего на Рельсу сейчас показывает себя крупнокалиберка и дестабилизация снаряда. То есть эти два устройства прям в лютом приоритете. Наверное, как-то так. Наверное, как-то так. Я вижу баланс на первую половину 2024 года. По крайней мере, с таким балансом... с балансом дронов все выглядит именно так. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Согласны ли вы с моим терлистом? Как вы видите баланс на сегодняшний момент времени? Можете написать в комментариях. Обязательно поддержите данный видос лайком. Если вам нравятся подобного рода видеоролики, вы хотите, чтобы они выходили чаще. Например, там раз в месяц хотя бы я выкладывал видосы с балансом. Ну, либо же при обновлении новых балансов. То есть как только там меняются пушки корпуса. Ну, хотя вот раз в месяц, например, можно было бы, наверное, такие видосы выкладывать. В любом случае напишите. Поддержите максимальной активностью. Если реально эта активность будет под таким видосом, то я буду стараться такие видосы записывать чаще. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.